Добрый вечер! Пришло время обсудить очередное домашнее задание. Наш сегодняшний урок посвящен неизъявительным формам глагола «дидами». Надеюсь, что вы уже самостоятельно выполнили это домашнее задание, и теперь просто смотрите данное видео для того, чтобы проверить себя и поразмышлять об употреблении греческого языка. Итак, давайте по порядку с первого предложения. У нас здесь две формы глагола «дидами» – «дидоте» и «доте» – «тесэтай». Эта форма легко узнаваема. Видите, вот этот суффикс «тес», который сразу же говорит нам о том, что это будущее время страдательного залога. Будет дано. «дидоте» здесь формально есть два варианта. Это может быть либо повелительное, либо изъявительное наклонение второго лица множественного числа. Так что варианты такие «вы даете» и «будет дано вам», либо «давайте» и «будет дано вам». Ну, контекст, а нас склоняют, пожалуй, в пользу второго варианта, что вот это вот повелительное наклонение. Да, формы совпадают, и каждый раз, встретив подобную форму в настоящем времени, мы вынуждены делать выбор. «Давайте» и «будет дано». Ну, здесь вполне однозначная форма. «Страдательный залог», то есть действие направлено на подлежащее. Второе предложение. «Тисестин хо дуссой тен экзусиен тауте». Вопрос. «Дус» — это аорисное причастие от «дидами». Вы видите, корень до, и преобразование причастия, в принципе, здесь должен быть суффикс «нт», который в именительном падеже единственного числа съедается сигмой окончания. Мы с вами говорили, что когда происходит такое съедение, то возможно компенсаторное удлинение предыдущей гласной, и в данном случае гласная до в корне удлиняется в дифтонг ур. Но во формах за пределами именительного падежа там будет просто омикрон. Будет «до нтоз», «до нти», «до нта» и так далее. Так что форма именительного единственного у нас самая неправильная. Но если вы вдруг эту форму не узнали, то как-то потратьте специальное время, чтобы научиться ее распознавать. Она нередко встречается. «Кто есть, давший тебе власть эту?» Ну или по-русски «Кто дал тебе власть эту?» «Есть давший», да, ну для греческого языка вполне нормальное фразирование, но в русском языке мы обычно так не говорим. Третье предложение. «Хариш хюмин, кай эрэне, апотеопатрос хэмон, кай курило Иису Христу, ту донтос хеутон хупертен хамартило хэмон». Донтос, вот как, кстати, мы можем посмотреть, как выглядит форма причастия в родительном падеже в виде «дус», «донтос», «до» корень, «энтэ» причастный суффикс, и «ос» окончание родительного падежа третьего склонения. «Давший», «благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, давшего себя за грехи наши». Ну, хоть отдавшего себя за грехи наши. У вас там в рабочей тетради есть сноска. Маунс отмечает интересную особенность этого предложения, связанную с использованием предлога Апо. У нас «от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Если бы пишущий считал, что Бог Отец и Господь Иисус Христос – это какие-то совершенно несвязанные личности, там, сущности, то, скорее всего, он бы продублировал предлог Апо. То есть было бы Апо – Теупатрос Харремон, Кай – Апо – Кюрио – Иисус Христос. Но то, что один предлог и ему подчинено два выражения, соединенных союзом Кай, показывает, что между этими двумя лицами есть какая-то связь. Конечно, все учение о Троице мы из этого грамматического факта не извлечем, но, по крайней мере, о характере связи уже можем задуматься. Вот такой выбор конструкции побуждает нас задаваться вопросом о связи. Ну, а так, вот из своих материалов этого урока, «Донтус» – «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, давшего себя, давшего себя и для нас». Четвертое. Таутэ элалэсэн Иисус, кай эпарастус офтальмус ауту эистон, уранон эйпен. Патэр элэлутэн хэ хора. Ну, здесь аж несколько глаголов дидами, но давайте просто по порядочку переводить и обсуждать их по мере достижения. Итак, «это сказал Иисус». Ну, это во мужественном числе, но мы единственное в русском языке используем для обобщения. Обычное глаголис от глагола лавио. Итак, «это сказал Иисус» и «эпарас» – это причастие от глагола «эпайро». Он состоит из предоставки «эпи» и корня «айро» в настоящем времени, но у «айро» в «йота» добавляется только в настоящем времени, за пределами настоящего времени у нас корень «а». Но «эпар», так как «ро» – это сонорное согласное, то типичной для Ореста сигмы здесь нет, но типичной для Ореста альфа есть. Ну, и это именительный падеж – единственное число, поэтому причастный суффикс – един сигмой. «Подняв» и «подняв глаза свои в небо», сказал «отец, патар» – выведите внимание форму звательного падежа от слова «патэр». Ударение сместилось «патэр», «патар» и это в эпсилон сократилось. «Элэлутен хохора» – «пришел час», глагол с несколькими корнями и, пожалуйста, глаголы «эхамай» корни в разных временах, в том числе и перфектной, заучите, но иначе вы просто эти формы узнавать не будете. Поэтому у нас «эхамай», «эллусамай», «элтон», «эллутон», и так далее. «Пришел час», «прославь», здесь у нас, видите, аорист повелительного наклонения от Доксадзо, сон вот этот типичный для аориста повелительного наклонения, «прославь твоего сына, чтобы сын прославил тебя». В данном случае это форма сослагательного наклонения аориста от Доксадзо, видите, хинна, и после хинна мы, естественно, ожидаем сослагательное наклонение. Так что вот аорист от Доксадзо повелительного наклонения вот так выглядит, а сослагательного вот так. Как «эдукас». «Эдукас» — это аорист от «динами», «э» — приращение до корень «к», образующая времени, потому что у глаголов «нами» часто встречается «капаорист». «Как ты дал ему власть», ну, если дословно переводить, «власть всякой плоти», но родительный падеж в греческом языке прежде всего указывает на взаимосвязь, то есть некая связь есть между властью и плотью, власть как-то связана с плотью. А характер связи мы выясняем из значения слов, входящих в словосочетание с родительным падежом, ну и плюс контекста. Ну, со словом «власть» обычно словосочетание подразумевает власть над кем-то, поэтому мы вполне нормально переводим «власть над всякой плотью», чтобы всё, что «дэдукас». «дэдукас» — это перфект от глагола «дидами», видите, «дэ» — перфектное удвоение с эпсилом, «докорень к», в данном случае это теперь образующая перфекта, «дэдукас», чтобы всё, что ты дал ему. «Доса» — это сослагательное наклонение ореста от глагола «дидами». Видите, раз у нас есть хинна, значит, где-то после хинна мы ищем глагол в сослагательном наклонении, и вот его находим «доса», «докорень», приращения, конечно, нет в сослагательном наклонении, хотя говорится «докорень», «сигма», образующая времени, и вот она удлинённая соединительная гласная, из-за которой всё слилось, и вот «йота» оказалась подписной. «Чтобы ты дал им жизнь вечную». Айонион, обратите внимание, может быть, на немного необычное окончание этого слова, у слова Айониос формы женского и мужского рода совпадают, поэтому, хотя жизнь женского рода, ну вот здесь вот такое окончание. Ну и собираемся вместе. «Это сказал Иисус, и, подняв глаза свои в небо, сказал, Отец, пришёл час, пославь твоего сына, чтобы сын прославил тебя, как ты дал ему власть над всякой плотью, чтобы, ну как по отношению всего, того, что ты дал ему, он дал им жизнь вечную». Пятое. «Тигр, Дой, Антропос, Антолегма, Тес, Псюхэс, Алтум». Здесь у нас форма «Дой», и эта форма, конечно, очень трудноузнаваемая, по той причине, что только раз в Новом Завете встречается эта форма, и обычно данная форма образуется совсем по-другому. Это форма сослагательного наклонения Аориста от глагола «Дидами». Мы по-хорошему бы ожидали здесь Омегу, ожидали бы подписную Йоту, но вот один раз образовалась такая форма, у вас в учебнике где-то есть сноска, говорящая, что вот один раз такая форма сослагательного наклонения в Новом Завете встречается. Поэтому вот это сослагательное наклонение в вопросе. Сослагательное наклонение в вопросе – это значит вопрос не о каких-то фактах или еще чем-то, а вопрос такой вот о необходимости, возможности, долженствовании и так далее. Ну, теперь переводим. «Ибо что даст человек вместо души или жизни своей?» Ну, подразумевается, что бы мог дать человек за душу там или за жизнь свою. Ну, психо – это и душа, и жизнь. Ну, давайте остановимся на традиционно привычном «душа», ибо «что бы такого мог дать человек за жизнь свою?» Вопрос. А почему я перевёл так «что бы такого мог дать» или «что может дать?»? Конечно, нужно и так, просто, чтобы вы обратили внимание на вот этот вот размыслительный характер такой конструкции, как сослагательное наклонение в вопросах. Шестой. «Ти хотан агощин хумас, парадидонтез, ме промиримнатэ, ті валесэтэ, ал хоян дотэ хюмінен екэйнэте хора, туто валэйте. Угар эстэ хумэйс, хумэйс хой, лонтэс, алатопнэммату хагил». И когда аго-син – это сослагательное наклонение от аго, почему здесь сослагательное наклонение? Потому что хотан, видите, частица «ан» входит в состав, требует после себя наличия сослагательного наклонения. И когда поведут вас, ну и когда бы не повели вас, когда поведут вас, парадидонтез, проведите причастие, суффикс «энтэ», от парадидо, предав, доми, предавать. Когда поведут вас, ну, как бы дословно переводите, «предавая». В данном случае у нас причастие, скорее всего, выражает цель, когда поведут вас, чтобы предать. Можно вот и вот так. Ну или, ну да, наверное, вот по-русски имеется в виду, ну вот, ведут вас, и это вот является предательством. Но по-русски, наверное, так вот ведут вас «предавая». Можно сохранить, конечно. Ну и чтобы предать, ну, может быть, более красивым был бы перевод. Хотя, да, вот для учебного перевода можете оставить «предавая». Не думайте заранее, что вы скажете. Видите, «валэ сэте» – это аорис со слагательного наклонения от «валэу». «валэ» – основа сигэсэс, указывающая на то, что это аорис, и «э» – удлинённое соединительное гласное. Здесь вот такой косвенный вопрос, не думайте заранее, чтобы сказать, но «хо-ян», «хо-ян», напоминаю, не надо переводить «что-если» – это устойчивое выражение относительно местоимения плюс «иан», «что-что-бы-ни». Но «что-до-тэ»? Аорис со слагательного наклонения, но после «иан», конечно же, со слагательного наклонения мы ожидаем, страдательного залога. Вот суффикс «тэ» подсказывает нам, что страдательный залог. Но «что» будет дано вам в тот час – это говорите. В данном случае «по лэйтэ», «по вам второго множественного», «по контексту», естественно, переводится по велительным наклонениям. Ну и вот здесь, может быть, вас смутил перевод «что-будет дано». Но это обычный перевод для Ореста неизъявительного наклонения. Очень многие смущаются, привыкают, что Орест в изъявительном наклонении – это прошедшее, боятся переводить его непрошедшим временем в других временах. Но как раз перевод «будущим» очень типичен для Ореста. Ну и сам контекст подразумевает, вот когда вас поведут, вот вам будет дано нечто. Ибо не «вы», «вы есть», говорящие «эстэ», «хумэйс». Здесь видите эмфатическое местоимение, потому что глагол «эстэ» и так уже «вы» есть, и тут еще «хумэйс» «вы», «вы» есть, и поэтому на «хумэйс» падает особое ударение, ибо не «вы» говорящие, но «дур» святой. Посмотрите, вот в этом предложении причастия так чуть-чуть непривычно для русского языка употребляются, не «вы» говорите, а «вы» говорящие, да, или вот «ведут вас предавая», описывая вот эту цель того, что ведут. Ну и в целом все вместе, и когда поведут вас, когда будут вести вас предавая, не обдумайте заранее, что бы сказать, но то, что будет дано вам в тот час, это говорите. Ибо не «вы» говорящие, но «дур» святой. Седьмое. Продолжение выглядит очень знакомым, потому что на прошлом уроке мы почти точно такое же предложение переводили, просто два параллельных места, и совсем небольшая разница в этих предложениях есть. Итак, если вы «злыми будучи», это причастие от глагола «ими», видите, вот выглядит как соединительное гласное, плюс суффикс «енте», плюс падежное окончание, вот если бы был какой-то глагол, здесь бы еще была основа глагола, а вот причастие «ими» просто вот такой вот хвост. Итак, если вы «злыми будучи», знаете, можно добавить, как «дары добрые давать», это инфинитив от глагола «дидами», видите, «дидо» и «най» – один из типичных инфинитивных суффиксов, инфинитив настоящего времени. Да, вот не у глаголов тематического спряжения «эйн» – суффикс в настоящем времени, а у «а» тематического суффикс «най», в том числе и в настоящем времени. «Дары давать» детям вашим, насколько больше «отец ваш, который в небесах», видите, я артикль с предложенным словосочетанием перевел с помощью слова «который». Ну, это первый шаг к переводу таких конструкций, видите артикль и после него предложенное словосочетание, переводите артикль как «который», ну, потом, возможно, какая-то литературная обработка. «Который в небесах» – «досэй» – «даст». Будущее время – он глагола «дидами» – «до» – «корень с» – образующего времени – «даст». «Агата» – «добрые». Ну, здесь прилагательное субстантизируется, видите, никакого существительного нет, которое бы оно определяло, то есть прилагательное стоит само по себе, даст, как «добрые вещи», даст добро, даст блага, вот по-русски, наверное, «блага» – самое подходящее слово, что множественное число должно сохранить, просящим его. На прошлом уроке мы обсуждали, я напомню, «айтусин» – это форма причастия дательного падежа от глагола «айтел». Очень похоже на форму личного глагола третьего лица множественного числа, видите, окончание «усин». Но на самом деле получилось как «айту», ну, «у», потому что «эпсилон» корней соединительной гласной слизью в тонк «у», потом был суффикс «ент», и потом добавилось окончание дательного падежа множественного числа «син», «сигма с елой энтея» – получилось «айтусин». Но по артиклю мы догадываемся и по контексту, что это причастие. Во-первых, артикль с глаголом не имел бы здесь смысла, а во-вторых, личный глагол тоже не имел бы здесь смысла. А так, просящим его вполне нормально. В целом, итак, если вы, злыми будучи, знаете, как дары добрые давать детям вашим, насколько больше отец ваш, который в небеса, даст благо, дары благие, так далее, смотри, даст благо просящим его. Восьмое. Тон артон хумон, тон эпиусион диду. Это вариант молитвы «Отчина», взятый не из Евангелия от Матфея, а из Евангелия от Луки. Они довольно похожи, но в некоторых деталях текст различается. Например, у Матфея «Тон артон хумон, тон эпиусион доз», а здесь «Диду». У Матфея здесь стоит аорист повелительного наклонения, а у Луки стоит «Настоящее время» повелительного наклонения. Видите, «Диду», «Омикрон» и «Эксилен» сливаются вместе, дают дифтонку «Диду-Э», и получается просто «Диду». Вот такую форму, запомните, это повелительное наклонение для Гау-Гау-На-Ми в настоящем времени. «Хлеб наш насущный, дай, давай». Ну, там «Дай на сей день», а здесь «Давай». Большой разницы нет, аорист просто обобщает, в целом действие описывает, а в настоящее время подчеркивает какую-то процессуальность, ну и так как каждый день нам нужен хлеб, то вот многократность. «Эпиусион» — это слово, не савиксированное нигде в греческом языке до написания Нового Завета, и даже после написания Завета в основном мы его встречаем только при обсуждении молитвы «Отче наш». Поэтому вот русское слово «эпиусион», оно такая попытка сделать калькус греческого, «эпи» — это «на», «усе» по-гречески — это «сущность», и отсюда «на сущный». Само слово обычно обозначает что-нибудь типа там дневное, ежедневное, необходимое и так далее, но есть некоторые споры по поводу точного значения слова, но общий контекст в любом случае какой-то необ... То, что хлеб вот такой нужный, необходимый, позволяет это легко понять. Хлеб наш насущный, давай. Девятый. Ибо Сын Человеческий не пришел, и вот тут диакон «нео» — глагол в страдательном залоге. Ну, инфинитив страдательного залога в виде «t», указывающий, что это орес страдательного залога, и «nai» — типичный инфинитивный суффикс, показывающий, что это инфинитив. Ну, действительный залог служить кому-то, а страдательный залог — действие, направленное на подлежащее, поэтому вот подлежащему служат. Это инфинитив, инфинитивы часто выражают цель, а иногда для перевода таких конструкций стоит добавить слово «шлоба». Он не пришел, чтобы ему послужили. Ну, чтобы как быть послуженным, да, ну, так вот по-русски мы не говорим, у нас слабее развит страдательный залог, поэтому нам приходится перефразировать. Чтобы ему послужили, ну, чтобы послужить, опять же, тот же самый «diakone», только «sai» — теперь окончание оресного инфинитива действительного залога. Ну, чтобы послужить, и «dunai». «Dunai» — это инфинитив, тоже оресный, от глагола «didami», видите, корень «do» и окончание «nai». На данном по инфинитивам окончание «nai» знакомое, хотя у тематического распоряжения в ауристе есть действительного залога окончание «sai», у «a» тематического окончание «nai». и дать жизнь свою как искупление за многих. Ибо сын человеческий не пришел, чтобы ему послужили, но чтобы послужить и дать жизнь свою как искупление за многих. Десятое. «То де цэро харис, то дидонти хамин, тон никон, де ту курио хамон, Иису Христу». Богу же можно перевести «благодать», но что значит «богу благодать» довольно трудно сказать. Харрис мы привыкли переводить как «благодать», но если вы посмотрите словарное определение для Харрис, вы обнаружите, что у него не только значение есть «благодать», но есть еще и значение «благодарность». Вообще, Харрис, слово «благодать» употребляется, когда один по отношению к другому, вот как-то незаслуженно, бесплатно, делает какое-то благое дело. Чаще, когда, ну, как бы, ставший по положению, по отношению к младшему положению. И вот это вот делание благого дела для другого, безвозмездное, оно и называлось Харрис, «благодать». Но и ответная реакция того, для кого дело сделано, то есть вот благодарность, когда он это получил, тоже называлась словом Харрис. Оно в русском языке, вот нет такого слова двойного, и поэтому вот в зависимости от контекста мы выясняем и переводим либо «благодать», либо «благодарность». Ну, в данном случае «благодарность» – благодарение. «Богу же благодарение», «донте», «давшему нам». «Донте» – это причастие от дидами, видите, суффикс «энте», «богу какой» – «давший», дательный падеж, «давшему нам победу через Господа нашего Иисуса Христа». «Одиннадцатый» – «донте» – это причастие от дидами, видите, овлесный корень, суффикс «энте» у нас здесь есть, «дав» или «отдав же свои сердца Господу». «Дидаскумен» – это сослагательное наклонение, видите, «о» – удлиненное соединительное гласное, в чем первого лица. Сослагательное наклонение первого лица имеет специфичное значение, давайте что-то сделаем. Давайте преподавать детям слово Божие, слово Бога, слово Божие, чтобы… И теперь у нас, видите, есть слово «досин». После «хинна» мы ожидаем сослагательное наклонение, и вот здесь сослагательное наклонение находим. «Чтобы они дали и себя Господу». Итак, «отдав же свои сердца Господу, будем преподавать детям слово Божие, чтобы и… ну, они себя Господу отдали». Двенадцатый. «Хой кэмэн тэс эклесияис, то охло эйпэн, дотэтас фонас хэмон, сфодра айнунтэс эн холотэпсюхэ, то Иису Христо, то курьё. Хопаймэн, ну, слово «паймэн» значение «пастух» имеет, но когда употребляется в церковном контексте, то обычно переводится ли «пастырь» или «пастыр». Пастыр, эклесиас, церкви, народу сказал. Дотэ. Окончание «тэ» у нас встречается во втором лице единственном числе повелительного наклонения. Ну, в настоящем времени это окончание может встречаться в изъявительном направлении, и мы спорим, дидо «тэ» это то ли изъявительное, то ли повелительное, но в ауристе у нас остаётся только один вариант. Корень «до» в ауристе и окончание «тэ» в повелительном наклонении. Нет, конечно же, приращение, я только это неизъявительное. Дайте. У нас «Голоса ваши», «Сфодро сильно», «Айнунтес» – это причастие от глагола «Айнео», «Восхвалять», «Сильно восхваляя», «Энхоле хэпсюха». Ну, здесь словосочетание «Сэн» проще перевести творительным падежом. «Всей душою Иисуса Христа Господа». Напоминаю, что Иисус в форме дательного падежа совпадает с формой родительного падежа, но все тут слова здесь в дательном падеже. Так что, в целом, пастор церкви народу сказал, «Дайте голоса ваши, сильно восхваляя, всей душой Иисуса Христа Господа». Можно как-то литературно перефразировать, но, в принципе, смысл предложения вполне понятен. 13. «Мэ фобу то микрон поймнион. Хоть и элдор кэсэн хоппатэр, хэмон дон тайхумин тэн басилеан». «Мэ фобу не бойся», глагол «фобэл», «фобэл май» обычно, он обычно встречается не в форме действительного залога, в данном случае у нас форма повелительного наклонения, вот «мэ» подчеркивает, что это повелительное наклонение, вот окончание «у» среднего залога повелительного наклонения. «Не бойся, маленькое, малое стадо». В виде слова «пастуха» и слова «стадо» довольно похожие. «Потому что благоволил отец ваш, Донай, дать вам царство». Донай – это инфинитив, аористный от глагола «дидами», «ду» вот здесь, немного трансформируется «ову» и типичный для инфинитива суффикс «най». Мы же с вами говорили, что «най» обычно, типично встречается у глаголов «нами». «Донай» дать вам царство. Четырнадцатый. «Сказал ему Иисус». «Эфе» – это от «аорист» или «импирферха» другого «фэми». В данном случае так и не очень важно. «Сказал ему Иисус». «Если хочешь совершенным быть...» «Эйнай» – это инфинитив от «эми», «хупага», «иди» от «хупагу» – повелительное оклонение в виде окончания «э». «Иди», «продай». Видите, это «о» из повелительного окончания «сон». «Продай твою собственность», «та хупахонта». Я напоминаю, форма причастия среднего рода множественного числа от глагола «хупахо» имеет значение «собственность». Такой просто устойчив. В выражении, там вот, когда вы учили это слово, в словарике было примечание «продай твою собственность» и «дай» – повелительное наклонение от глагола «дидами» – «дос». Ну, его нужно выучить. Как видите, оно не похоже ни на настоящее время, ни на аорист. У него своя форма, вот «дос» с сигмой. И «дай», «отдай», «нищим» и «хэксэйс», «будешь иметь» – это будущее время от глагола «эхо», у которого корень «сех», но выпавшая в начале сигма, превращается в будущем времени в густое придыхание. В настоящем оно в придыхание не превращается, чтобы две «х» не произносить подряд, чтобы не было «хэхо», просто остается «эхо». Но в будущем «хэксэйс» и «будешь иметь сокровища в небесах» и «давай, следуй за мной». «Акалутэй» – это повелительное наклонение от глагола «акалутэу». Это эпсилон-слитный глагол, поэтому вот это окончание «эй» – это «э» плюс «э». «Акалутэ» – корень плюс «э», окончания слились в «эй», но вот это вот «э», типичное для повелительного наклонения здесь было, это повелительное наклонение. «Следуй за мной». Итак, сказал ему Иисус, если хочешь совершенным быть, иди, продай твою собственность, и отдай нищим, и будешь иметь сокровища в небесах, и давай, следуй за мной. Пятнадцатое. Пятнадцатое. «Кай эйпен хо Абрам» – Адам. «Хэ гуне хэ эдокас мет эму, хаутэ мой эдокен апто сулон кай эфагон» – ну, уже недавно совсем переводили это предложение, и сказал Адам. «Жена, которую ты дал мне, ну, или, точнее, ты дал со мною, прямо дословно, ты дал со мною, ты дал, чтобы она была со мною, это, ну, или она мне дала от дерева, и я съел». Шестнадцатое. Шестнадцатое. «Кай элэген, де тута, эрэка хмин хотэ у юдэйс дунатай элтэйн просмэ, и анмэ э дэ домэнон ауто экту патрос». «И говорил, или и сказал». Ну, вообще, это имперфект от глагола «легу», видите, «э» – приращение, «л», как в настоящем времени корень. Но у глагола «легу» есть такая особенность, что имперфект этого глагола употребляется почти неотличимо от аориста, ну, и может описывать просто какое-то разовое событие. И сказал. «Поэтому эрика я сказал вам». «Эрика» – это, опять же, ситуация глагола с несколькими корнями, которые нужно заучивать. «Поэтому лэго, эро, эйпон, эрика» – просто вот заучивайте, заучивайте все эти формы. «Поэтому я сказал вам, что никто не может, элтэйн, прийти ко мне, инфинитив, а инфинитив, окончание, если не, а теперь э дэ домэнон». Давайте разбираться, что это такое. Ну, во-первых, «дэ», «до», «мэнон» – это причастие перфектное от глагола «дидами де». Удвоение подсказывает, что у нас перфект до корень. «Мэн» – суффикс страдательного причастия. И «он». Ну, окончание. И, если не «дано», теперь вот здесь «э» – это сослагательное наклонение от глагола «эми». Ну, после «ян», конечно же, мы ожидаем сослагательное наклонение. И здесь у нас что? «эми» плюс причастие. Вы помните, это так называемое писательное споряжение «эми» плюс причастие – фактический эквивалент просто глагола. «эми» плюс причастие в перфекте – фактический эквивалент перфекту страдательного залога. Если не «дано» ему от отца. Так, и говорил Ильи и сказал, «поэтому я сказал вам, что никто не может прийти ко мне, если не «дано» ему от отца». Семнадцатое. Покритые Иисус кай эпен аутэ. Эй, эдэй стен, дориан ту теу, кай тис эстин хо легун сои дос мой пейн, су ан этэсас аутон кай эдэкэн ан сои, хюдер зэн. Ответил Иисус и сказал ей, если... И теперь давайте разбираться. Вот у нас есть «эй» в первой части предложения и «ан» во второй части предложения. Поэтому это предложение второго класса, то есть вот то, что как допущение неистинности. Если бы, то бы, но вот этого не случилось. Поэтому нам придется добавлять здесь «б» при переводе. Теперь «эдэйс» – это форма плюс квамперфекта от глагола «ойда». Ну, «ойда» – перфект, и прошедшее время для него плюс квамперфект. Мы с вами говорили, что во втором классе условных предложений встречаются вторичные времена, и вот, пожалуйста, вам вторичное время, плюс квамперфект, редкое, но вот с таким экзотическим словом какое-то, вот, пожалуйста, вы видите. Итак, «если бы ты знала дар Божий, и кто есть, говорящий тебе, и кто говорит тебе, дай мне пить» Дос, мы уже с вами обсуждали, повелительное наклонение «ауэстаддидами», «пейн» – это от глагола «пином», «инфинитив», «ты» – «айтэсас» – это от глагола «айтео». Видите, «айтео» – «альфа» удлинилась в эту, «йота» подписалась, «э» – «эпсилон» превратилась в эту перед образующей времени, вот образующая времени «са», «ты бы попросила его, и он дал бы тебе воду живую». Ну, «зон» – это перечастие от глагола «зао», воду живущую, но мы так не говорим, воду живую. «Эдокен» – это «аорист» от глагола «дидами», «э» – превращение до корень, к образующей времени. И вот эти вот «ан» показывают, что у нас предложение второго класса, так не случилось. «Если бы ты знала, ты бы попросила, и он дал бы, но не знала, не попросила, не дал». Восемнадцатое. «Эйвэ, эйпан, ун ауто, тисэй, хина апокрисис, домен, то есть пэмпсасин, хумас, тилэгэй пэри хэлту, сэлту». Они и так, они сказали ему, «Кто ты есть? Кто ты? Чтобы ответ мы дали, домен – это сослагательное наклонение после хина». Видите, хина требует сослагательное наклонение дома. Чтобы ответ мы дали, сослагательное наклонение с аддидами, пославшим нас. «Пэмпсанти» – это причастие дательного падежа множественного числа от глагола «пэмпо». Видите, пэмп, са, вот здесь вот образующее время, пэмпс, пси дала, и окончание син для дательного множественного пославшим нас. «Что ты говоришь о себе?» По контексту, может быть, что скажешь. И так, они сказали ему, «Кто ты? Чтобы ответ мы дали, пославшим нас, что ты говоришь о себе?» Девятнадцатый. «Аутос Эйпен» «Макарион эстин, малон дидонта э ламбанэйн» Он сказал, «Блаженно есть больше, или блаженье дидонай». Дидонай – это инфинитив настоящего времени от дидами, видите, суффикс «най» инфинитивный, дидонай, А давать, чем ламбанэйн, ну, инфинитив от ламбанат уже в настоящее время, чем там брать, принимать. Итак, он сказал, «Блаженье давать, чем принимать». Ну, есть такая шутка, да, лозунг боксера. Ну, хотя, конечно, не о боксе идет речь. Двадцатое. А хинна хотеосту, курио хамон Иису Христу, хо патер тез доксес, Двое хумин пневма сафиас, Край аппарал калуб сейс эн эпигносей ауту. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, Двое, Двое, это сослагательное наклонение после хина, чтобы дал, ну, или сослагательное наклонение от дидами, Чтобы дал вам духа мудрости и откровения в познании его. Ну, здесь возникает толковательный вопрос, что значит, чтобы Бог дал духам мудрости и откровения, что такое дух мудрости и откровения, какой дух нужно давать читателям. Святой дух у них уже есть, это христианам обращено, каких-то дополнительных духов, раздаваемых Богом, вроде как нет, поэтому либо это образ, там, дух мудрости, ну, как бы мудрость дал. Либо некоторые толкуют, что дух мудрости, это духовная мудрость, дал вам духовную мудрость и откровение. Ну, а в целом продолжение, да, вот, ну, мы в следующем году вот эту вот возможность такого перевода обсудим поподробнее. Пока вот так. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам дух мудрости и откровения в познании его. И последнее. Айонион. Бог. Сосас. Сосас это аористное перечастие от глагола со-зо. Ну, со осталось от корня сигма дельту съела. И сас, со образующего времени, и сигма, съевшая суффикс мт. Тут много съедений, да. Поэтому вот причастие именительного падежа единственного числа аористное созу выглядит вот так. Сосас. Бог спасший нас и призвавший, колесос, тоже причастие от колео, колесис, званием святым, не по делам нашим, но по своему, ну, там, плану и благодати. И тэн до тэйсан до, корень тэ, показывающий, что у нас это причастие аориста страдательного залога. Ну, и суффикс для женского рода. Благодати какой данной, страдательный залог, да. Благодати, что с ней сделали. Благодати данной нам во Христе Иисусе прежде времен вечных. Итак, Бог, спасший нас и призвавший званием святым не по делам нашим, но по своему плану и благодати, которую он дал нам во Христе Иисусе прежде времен вечных. Ну, вот мы посмотрели целую кучу, 21 предложения, где встречаются разные формы глагола дидами. Ну, и стоит разглядеть, что это форма глагола дидами, как только мы догадались, с чем мы имеем дело, дальше вот на самом деле знание там о суффиксах и способах образования всегда нам помогает распознать эту форму. Просто будьте внимательны, и вы исправитесь, а потом и привыкнете ко всем этим формам. Благословений!